И к другим темам. Добро пожаловать в страну детства. Большая праздничная программа ждала маленьких петропавловцев и их родителей на главной площади в День защиты детей. Они могли послушать любимые песни, потанцевать, поучаствовать в эстафетах и даже сходить в поход. Вместе с ними отправилась в это путешествие и Александра Салмина. Погулять, повеселиться, поесть мороженое, запустить в небо воздушные шары. Этот день один из самых любимых для детворых. Он наполнен яркими красками и эмоциями. Сидеть дома ребятам сегодня нельзя, говорит Камшат Зикрина. Большой и дружной компанией. Они пришли на главную площадь, чтобы подарить радость своим малышам. А их в семье пять. Сегодня пасмурно, но это не повод сидеть дома. Мы решили, что нужно обязательно погулять с детьми. Они должны почувствовать праздник. Мы им купили мороженое, шарики, попкорн. Пусть наши дети будут здоровыми и счастливыми, ведь они наша радость и будущее страны. Вика Бендера тоже сегодня отправилась на прогулку. Взяла с собой бабушку и подругу. Вместе веселее танцевать и пускать мыльные пузыри, говорит девочка. Этот праздник она очень ждала. На площадь пришла в хорошем настроении. А здесь? Был парад. Также идет концерт. Он очень интересный и все здесь красиво украшено. Очень весело. Весело не то слово. Ребята бегают, прыгают и проверяют свою меткость. А если пройти чуть дальше, в парк, можно попасть в детский туристический кемпинг. Но здесь пока нет костра и песен под гитару. Ребятам некогда. Они участвуют в игре на выживание. Перебраться через реку по вот таким перилам, помочь раненому товарищу, перепрыгнуть яму и перейти болото по кочкам. В интересное путешествие с препятствиями отправляются 15 команд. Это адреналин. Для ее капитана Анастасии Куршаковой вязать узлы и ориентироваться на местности не проблема. Но вот бабочка ей поддалась лишь со второй попытки. Главное, здесь работают все группы мышц. Так когда-то тренировали спецназ. И пройти бабочку для начинающих туристов – настоящее достижение. А так юные туристы перебираются через овраг. Это горизонтальный маятник. Препятствия тоже не из легких. За одну натянутую веревку нужно держаться, а по второй как бы скользить ногами. Не забывая при этом про равновесие. Каждое испытание показывает не только физические возможности ребят, но и насколько они дружны и готовы прийти к друг другу на помощь в трудную минуту. Спасибо. Пойти в поход по городскому парку желающих хоть отбавляй. Туристскую полосу прошли больше 60 ребят. Но если вы не фанат активного отдыха, есть много других способов поднять настроение. У меня все мечты сбываются. В этот день много шадостей. Я катаюсь на каусеях. Очень любят этот праздник и взрослые. Целый день они проводятся своими малышами и могут хотя бы ненадолго оказаться в волшебной стране детства. Александра Салминарус, Тамт Леужанов. Новости МТРК.